В канун Дня смеха 1 апреля в Доме культуры совхоза имени Ленина состоялся фестиваль клоунов, посвященный годовщине открытия здесь уникального музея. Создатель экспозиции клоунов – заслуженный артист цирка Василий Конопляник. Более 30 лет он собирал экспонаты для своей коллекции. За такой внушительный срок фигурок собралось более двух тысяч. Мечтой коллекционера было создание музея. Два года ушло на поиски места и человека, который бы согласился поддержать эту идею, помог счастливый случай. Директор совхоза имени Ленина предложил основать музей в Доме культуры поселка, а администрация сельского поселения откликнулась на это предложение. И вот уже год дети и взрослые приходят в учреждения культуры посмотреть на фигурки улыбчивых клоунов, получив замен хорошее настроение. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. В день проведения фестиваля хорошим настроением зарядились все, кто пришел посмотреть представления клоунов. Большая горелия клоунов. Там всякие клоуны разные. Я еще раз вспомнился с клоуном. Пришедшие посетили и уникальный музей клоунов, разместившийся в светлом помещении Дома культуры. Более двух тысяч экспонатов выставлены в стеклянных витринах. Ровно год улыбчивые фигурки радуют всех, кто попадает сюда, в атмосферу клоунады. Очень удивлены настолько богатой коллекцией музея. Приехали специально пораньше и, наверное, первые полчаса ходили по залу с открытыми ртами. Очень попались такие экспонаты, о которых я даже не знал. Музей растет на глазах. Много, конечно, людей приносит клоунов своих. Мы пишем такие шильдики, вот видите, например, от Марины Альберта. И дарят нам. И мы просто пишем. Память остается на всю жизнь. Василий Коноплянник – бывший профессиональный клоун. Вместе с коллективом московского цирка на сцене он объездил полмира. И отовсюду привозил сувениры, которые и составили его уникальную коллекцию. На память в годовщину открытия музея глава администрации сельского поселения совхоза имени Ленина Елена Добренкова подарила его директору Василию Анатольевичу куклу-клоуна, похожую на него. Поскольку мы не можем обойтись без науки, самый добрый клоун Юрий Никулин и другие. Мы надеемся здесь добавятся ваши странички. Без подарка не осталась и Елена Добренкова. Ей были вручены символические клоунские ботинки. Понятно, что без улыбок, без юмора и наша работа тоже очень сложная. И поэтому, если мы все будем улыбаться, улыбаться друг другу, дарить друг другу радость, станет жизнь легче. Приглашенные клоуны веселили как взрослых, так и детей. Детвора выходила на сцену и вместе с артистами театра Штырлики разыгрывали самые разнообразные сценки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень теплая публика, замечательная. Замечательные детишки, мамочки, бабочки и дедушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы зарабатываем миллионы, правда, у нас валюта не евро, не доллары, не рубли, а улыбки. В этот день дебютировала в роли клоунесса и участница циркового коллектива Дома культуры Даша Конотопская. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле я очень волновалась, старалась сделать все, как надо. Это было просто очень страшно, такого достаточно знаменитого человека этим тортом. Но я переборола себя и, ну, не знаю, надеюсь, что всем понравилось. Профессия клоуна – одна из самых сложных на Земле. Вызвать улыбку, смех у ребенка, у взрослого человека – непростая задача. На это артист тратит свои чувства, свои эмоции. Как он вышел с такой интересной кружкой, что как будто какое-то магическое, прям вот кажется, что магия какая-то пронизает его. Клоунада – не просто цирковое представление. Это процедура, которая оказывает целебное воздействие на человека. Клоун – это, в общем-то, конечно, поднятое настроение, это желание улыбаться. И мы в прошлом году открывали 1 апреля этот музей ко дню смеха. То есть вот здесь же его придумали, этот праздник. В этом году к дню смеха мы проводим такой фестиваль гонок. Будем надеяться на то, что он станет традиционным. Что же касается музея, то его может посетить любой желающий. Людмила Медведева, Евгений Садовский, Наталья Буслаева, Видное ТВ.